Эй, йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои, все остальные на видео заходящие. Это я, Утес Шуморо, и добро пожаловать в Сталкрафт. Ребята, я тут почувствовал, что я сталкер. Мне не хватает зоны отчуждения, мне не хватает аномалий, артефактов, приключений сталкерских, понимаешь? И хочется, чтобы кто-то бегал рядом, ребята. Чтобы были другие игроки, чтобы можно было совместно влететь в аномалию! Вырвать артефакты из рук монстров! И все прочее. И, значит, я решил посмотреть на Сталкрафт в этом году, ребята. Это новый для меня сталкер, как говорится, в этом году, поэтому сегодня будем смотреть на него. Если ты вдруг не знаешь, как поиграть в Сталкрафт, я для тебя ссылочку оставлю. Игра абсолютно бесплатная, поэтому ты спокойно можешь ее скачать и поиграть, как говорится. И я хочу тоже сегодня, как говорится, получить удовольствие. Также у меня для тебя, братишка, есть промокод для более комфортного старта в игре, Shemora Show 24. Я поставил режим стримера, то есть пишется, что я стример, чтобы, ну, никакой, всякого гадости никакой не пролетали. Играть будем на максимальной графике, да, то есть получать кайф и удовольствие, как говорится. И посмотрим, как выглядит игра сейчас. У нее есть своя особенная стилизация, это очень круто, я уважаю стилизованные игры. Короче, не будем тянуть яйца за кота. Волос, прием, прием, ты жив? Прием, прием, я жив. Ну, вот и хорошо. Давай поднимайся. Полетели. 520 фпс. 500 кадров, ребята. 500 кадров у меня. 400. Вот это я понимаю, оптимизейшный. Для передвижения используйте клавиши. Так, смотри, ножки и ручки у нас. Главное, чтобы ты вытащил артефакт, иначе все это бессмысленно. Хорошо, сейчас вытащу артефакт. Значит, здесь мы с тобой должны выбраться, да? То есть получать до этого удовольствие. Не входить. А я войду. Такое мы любим тебя. Вон, смотри, там аномалия какая-то. Везде что-то шатается, что-то происходит, ребята. Если ты ранен, руку от тебя мало. Посмотри, там где-нибудь есть аптечка. Если есть, воспользуйся ее. А, че стой? Прошу прощения, чехнул. Воспользовать аптечку. Так, мы закушали аптечку с тобой. Перепрыгиваем, есть паркур. Хорошо, а это мы любим. Здесь что у нас? Здесь у нас непонятненько. Двигаемся вниз. Не входить. Везде, где не входить, я хочу войти. У тебя там тоже так работает? Мне кажется, у многих так работает. Так, shift, чтобы бежать. Я быстрый сталкер! Тап, чтобы отметить цель. Есть. Вижу. Вижу. Вижу противника. Так, раз, два. Еще есть, да? Нормально пилька в руках чувствуется. Ощущения есть. Так, хорошо. Бам. Бам. Не? Не бам? А сколько у меня там? Так, 0 из 10? Что, 10 из 10? Все, поехали. Бам. Бам. Четко. Теперь тебе нужно двигать северную часть станции. Кстати, советую найти себе новое оружие. На твоем этаже должен быть труп одного из наших. Советую его обыскать. Опа! Офигенный инвентарь, кстати. Очень удобненько. Как бы получаешь удовольствие. Е, открыть инвентарь. На кнопку Е, инвентарь. Мы можем держать с тобой только одно основное оружие, получается, да? То есть, теперь мы с автиком с тобой бегаем. Мы можем держать здесь с тобой только основное оружие. Ну и плюс у нас есть пистолет. Пистолет и, наверное, ножик, кинжал там и все прочее. Я открыл инвентарь. И что мне нужно? А, мне нужно вот это все поставить, да? Так, все. У нас есть пилечки, у нас есть аптечечка и у нас есть контейнер с артефактами. В которой мы, соответственно, храним артефакты, которые находим. Так, ну все. Пилечки у нас имеются. Раз пилечка, два пилечка. Ножичек у нас, бам. Ножичек имеется. Интересно, с ножом быстрее бегаешь или нет? Нажмите кнопку лифта. F. Бам. Бам. Так, хорошо. Давай, запускай меня. Я не вижу саркофага под трубу. Туда летит наш вертолет. Если ты застрял в какой-нибудь темной дыре, воспользуйся своим ПНВ. Понял. ПНВ, смотри, какой удобный. Просто все подсвечивает и все. Left control, чтобы присесть. Мне нравится. Чувство оружия в руках есть? По стрельбе надо смотреть, как калашик стреляет. Так, на Z мы ложимся. Можно и лежать, и сидеть, получается, у нас. Здесь у нас грибочки какие-то, которые мы не можем с тобой активировать, да? Давай проползем дальше. Оценим, как говорится, ситуацию сталкерскую. V плюс space, чтобы залезть на нее. Это лестница. V плюс space. То есть ты просто подходишь и, соответственно, идешь вперед, и у тебя, получается, идет залез на лестницу. Space, чтобы забраться наверх. Это у нас паркурчик. Слушай, все в игре имеется, как бы. Очень удобное передвижение сделано. А здесь еще... Наклончиков у нас нету, да? Бам-бам-бам. Вот челик стоит, смотри. Че родненький там? Ну-ка, а как пистоль? Слушай, с пистоля тоже удобненько. Я разные пильки хочу попробовать. Мне интересно, здесь, смотри, с прицельчиком у нас. Верес какой-то. Реально что-то полезное можно найти. Здесь пилька. Слушай, я это все хочу пролутать, все иметь. И дробашек есть. Слушай, прикольное ощущение, от оружия есть. Отдача, она небольшая. Отдача, сразу говорю, она прям некрупненькая. Но соченька, соченька. Выброс совсем скоро, поторопись. Скоро выброс, от выбросов нужно прятаться. То есть все сталкеры это знают, понимаешь? А мы с тобой сталкеры? Сталкеры. Мне кажется, сейчас в игре очень много контента. Игра существует... Ну, не только вышла, скажем так, да? Существует определенное время. А когда игры существует определенное время, они, как правило, развиваются. И, скорее всего, здесь столько контента. Что, наверное, не успеешь его, как говорится, прочувствовать. Зашел у меня маленький. У меня еще лечение идет. Лечение идет. Откидываем пилюлечку. И вектор есть. Слушай, теперь я другую пильку хочу. Слишком много пилечек. Повернуть можем как-то? Взять. Повернуть пиль... А что, я не могу? А я могу взять. Патры я тоже возьму. Я хочу еще другую попробовать. Я хочу все попробовать, раз меня обучают. Так, на тап у меня это. Значит, что я хочу попробовать сейчас? Вектор это тоже ппшка. Я хочу вот эту пилечку попробовать. Автомат Хитлер Кох 416. У тебя есть все характеристики, все статистики, соответственно, автомата. Бэмс. Прицельчик у нас вот такой. Там собака какая-то. Мутант, видимо. Выброс ЧАЭС. Артефакты, смотри. Различные артефакты. Здесь, как я понимаю, ты... Так, стопэ. Куда-то, сюда-то, братан. Там выброс начинается, мне наверх идти? Где ты там застрял? Пошевеливайся. А, я должен до выброса успеть. Слушай, а вот здесь отдача прям вообще рвет. Прикрой меня от этих гнусных неверных. Неверные. Это монолит, что ли? Это монолит, похоже. Слушай, ну вот здесь отдача прям вообще прям... Прям штыкуется. Я прям... Та-та-та-та-та! Так, теперь вот эту пилечку попробуем. Здесь у нас есть лазерный прицел. Как-то его активировать можно, не? Выброс начинается. Мне нужно двигаться быстрее. То есть у ППшек... Тихо-тихо-тихо, маленький. Смерть неверным! Чтобы залезть. Сюда, да? С ППшками эффектно играть, на самом деле. Эффективно. Мне кажется, дальность выстрела у них не очень удобная. Но, тем не менее. Здесь же в этой игре и ПВП, и ПВЕ. То есть ты можешь выполнять то, что тебе удобно. Есть локации, как я понимаю, ПВПшные. Где ты с другими игроками сталкиваешься и так далее. Если ты миллион дач лайков поставишь, я поразвиваюсь в этой игре. Посмотрю, что как. Если тебе сильно понравится, ты напишешь об этом. Разбираюсь. Здесь, мне кажется, очень жесткая динамика в ПВП. То есть, ну прям... Нужно мансить, трататашить и так далее. И получать от этого удовольствие. Я люблю такие быстрые геймблейные игры. Где у тебя есть, соответственно, шансы помансить. А, ну наконец-то. Готовьте лабораторию. Заставил ты нас повыноваться. Думали уже улетать. Без тебя. Хорошо, 2000 фпс. Нормально. Нормально. 2,2 карика. Вот так вот. Они взяли с меня предателей, понимаешь? Вот предатели-негодяй, да? Подлецы ванимушки. Ай, полетели, родненькие. А нас с тобой оставили в выброзе. Сталкрафт-Х. Все больше людей в тот раз уходят в дону отчуждения. Очередной пациент с подтвердлением реакциям был вылечен при помощи так называемого артефакта. Раньше на Земле существовало множество белых пятен. Человечество всегда тяготело к их осеннению. Время шло. Постепенно все белые пятна были изучены. Казалось, что на планете не осталось земель, неизведанных человеком. Но вместо белых пятен появилось одно черное пятно. Таинственное, дикое, неподдающееся объяснению ученых – зона. Изначально зоной называли периметр, радиус которого составлял 30 километров вокруг Чернобыльской АЭС. Именно эту территорию задел так называемый первый выброс. Огромный всплеск неизвестной энергии, который изменил саму реальность. Первыми людьми, ступившими на земли зоны, стали отнюдь не ученые или военные. Первыми были обычные бродяги, искатели приключений. Они с уважением относились к зоне, не используя в ней оружие и аккуратно исследуя каждый ее закуток. Когда первопроходцы вернулись, они принесли с собой первые артефакты. Это аномальные образования со сверхъестественными свойствами. При помощи артефактов можно было лечить любые болезни, создавать мощнейшие источники энергии и нарушать физические законы. После этого интерес к зоне невероятно возрос. В нее хлынули люди всех сортов и моральных качеств. Одни именовали себя сталкерами и пытались жить по заветам первопроходцев. Другие назвались бандитами и восприняли зону как место вседозволенности. За артефакты разгорелась настоящая война. Это стало причиной того, что зона изменилась навсегда. Именно тогда там появились аномалии и нутанты. И именно тогда зона начала давать людям отпор. За временем нутанты и аномалии становились опаснее. Свойства артефактов начали слабеть, конкуренции стало больше. И поток людей, пытающихся прорваться сквозь охранные периметры в зону, ослабил. Однако совсем недавно случайным людям, не имеющим отношения к зоне, начал сниться один сон. Во сне менялись некоторые обстоятельства, но неизменным оставался большой яркий голубой шар, который видел каждый из них. После этого сна все люди, которым он снился, устремились в зону. Это явление получило название «Зов». А всех, кто следует этому зову, прозвали «блаженными». Угу. Видишь, есть своя история. Вот я могу выбрать фракцию. Кем я буду? Сталкером или бандитом? Первостепенная цель бандитов — хапнуть хабара. Навариться за счет зоны, а порой и за счет лохов. Они не стесняются в выборе методов, чем вызывают презрение сталкеров. Но сами себя бандиты считают более свободными и честными. Фракция «Рубеж», фракция «Наемники», фракция «Завет». А зоны сталкеры-авантюристы, жаждущие добраться до самых сокровенных тайн-зоны. Они ищут артефакты, изучают аламмали и, как правило, стараются жить по негласному кодексу чести. А мы с тобой будем бандитами. Да, бандиты, а с тобой бандиты, это интересно. О, проснулись, улыбнулись. Ну что, очнулся? Чего глазами хлопаешь? Помнишь что-нибудь? Или ты у меня сейчас спросишь, который на дворе год? А голова раскалывает. Еще бы. Ваша лодочка угодила в какую-то подводную аномалию. Мы тебя еле живым вытащили. Местный доктор тебя откачал, но у него, кажись, других дел полно. Попросил за тобой приглядеть. И вот ты, наконец, очнулся, русалочка. Да уж, спасибо. Но где я вообще нахожусь? На болотах мы. Это юг зоны. Здесь, на лодочной станции, обосновались бандиты. Считай это место чем-то вроде контрольно-пропускного пункта на входе в настоящую зону. Зона? Я думал, это все так и останется во снах. Сны, говоришь? Что у тебя там за сны? Меня мучили кошмары. В них был свет и какая-то голубая сфера. Я видел зону и слышал чей-то голос. Ясно. Ты у нас блаженный. Как-то это звучит очень странно. Да. Честно говоря, эта фраза ничего не объясняет. Ах, не мне, дружище, тебе все это объяснять. Тебе шаман нужен. Он местное светило. Лучше всех понимает, что не так с блаженными. Да-да, ты у нас не один такой. Все больше людей приходят с одинаковыми историями. Сны, голоса, галлюцинации. Пытаемся разобраться. Мне хоть шаман, хоть ведьмак, ты скажи, только где он? Не так быстро, дружище. Тебя местные выходили, но сам понимаешь, тут у нас неблаготворительность. Тем более, шаман ведет дела только с теми, кто хоть как-то отличился. Показал себя полезным для общества. Понятно, работу мне навязываешь. Да нет, я-то тут, считай, просто мимо проходил. Тебе нужно к главному по базе заскочить. К святому. Да и вообще, осмотрись по сторонам. Тут, конечно, не пятизвездочный курорт, но все для жизни есть. Механик, бар, магазин. Ну, понятно. Могу тебе краткий экскурс устроить. Ну, не помешало бы освоиться, поможешь с этим? Хорошо, вот погляди. Первая штука, которую тебе надо уяснить, без ПДА человек в зоне как без рук. Хоть ты сталкер, хоть бандит, неважно. Там куча всякой полезной информации. Карта, список твоих задач, твоих товарищей. Словом, советую не лениться и внимательно все посмотреть. Ну, с этим вроде понятно. Думаю, ты подустал от постельного режима и хочешь немного развеяться. Я тут прослышал, что кто-то из новичков заныкал в старой землянке возле базы какой-то хабар. Очень сомнительное место для тайника. Может, тебе стоит его проверить? Звучит неплохо, я бы не отказался от небольшой прогулки. Правда, неподалеку от входа в эту землянку ты наверняка наткнешься на аномалии. Но какая же зона, да без аномалий, а? Придется научиться их обходить. Отправляйся туда, я перекину координаты на твой ПДА. Как приблизишься к месту, выйду с тобой на связь и расскажу, как обойти эти аномалии. Так, так я и сделаю. И еще кое-что. Ты лучше направо-налево не говори, что ты блаженный. Народ бывает всякий. Говорят, тут у нас уже люди лихие есть, которые блаженных за угрозу держат. Если они о тебе прознают, лишние проблемы на голову упадут. А тебе ж этого не надо. Спасибо за совет. А как тебя зовут-то хоть? Ой, я не сказал, что ли? Липа. Зови меня Липа, дружище. И если что, обращайся. Кстати, перед походом в землянку не забудь заглянуть в свой ПДА. Я повесил на тебя задачку. Хорошо, понял, принял. Еще раз спасибо. Так, у меня есть задачка. У меня еще включен ПНВ. ПНВ мы отключаем. Это Липа. Бам-бам, могу не? Ну и ладно, не буду. Значит, это наша с тобой база, да? Где у нас, видишь, ходят всякие разные сталкеры. Кирилл, мятые яйки. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Видишь? Видишь, сталкер настоящий. Смотри, мужик какой. С ножом. Атмосферка имеется. Так, ПДАшка. ПДАшка, задача наша. Схрон в землянке. Найти схрон. Я решил азы. Вот, я хочу показать в мире, да? На М могу открыть карту. И нам нужно с тобой землянка. Нажмите дважды, чтобы открыть в ПДА. То есть мы можем с тобой поставить меточку могу. Вот, я могу поставить меточку создать. И на фиолетовую метку выдвигаться, либо пойти. Да, у меня фиолетовая метка сразу видна. И, соответственно, задача. Вон, видишь, какие? Игрульки, смотри. Ой, молодцы. Лодочная станция. Ммм. Для повышения уровня элитные использовать. Вам доступно исследовать. Торговец снабжением. Скупщик торговец снаряжением. То есть мы можем здесь увидеть всю лодочную станцию. Это кто? Это Игрулька? Нифига себе ты модный. Смотри, на стиле сталкер какой. На барыгу похож на какого-то. Ладно, давай. Тоже новичок. Но мы не сталкеры, мы бандиты. Нифига себе! Нифига себе! Вот это я понимаю! Владимир! Капитан Ози! Камар! Слушай, смотри, как много игроков играет. Офигеть! И все, знаешь, не лагает. Все так оптимизировано. Все так хорошо. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Полетели по миссии! Дабы не спалиться на миссии! Слушай, ну мир хорошо проработан. То есть у нас атмосферка здесь имеется. Наверное, я могу что-то найти еще просто по пути. То есть по логике вещей в таких играх должна быть полная свобода. Болты у меня есть? А, болты на пятерочку. Да? Чик! И кидаешь болтец просто на правую кнопку мыши. То есть ты можешь таким образом прочекивать аномалии. Слушай, ну это да. Это атмосфера прям... Сталкеры-сталкеры, ребята. Я прям ее ощущаю. Я не знаю, ощущаешь ты, нет? Прям атмосферка-то имеется. Вон там вот аномалия, видишь? Вот мы можем ее здесь пробить, прочекать. Бам! Видим, да? Какая-то хренотенечка. Здесь хренотенечка. А там, наверное, артефакт какой-нибудь валяется. Не? Но у меня нет детекторов никаких сейчас, поэтому я пойду чекну вот этот схрон, посмотрю, че как. Возможно, здесь будут какие-то противники у нас. Похоже, ты наткнулся на гравитационные аномалии. Они одни из самых опасных. Понял. Как хрен ты их заметишь. Если чуешь, что впереди есть аномалия, доставай болты и кидай перед собой. Кидаю, братан. Мы это сделали. Это мы посмотрели. Чуть не попал, прикинь. Чуть меня не черепыжнуло. Так, а вот там у нас... Вот тут у нас тоже есть интересный моментец. Ящики. В ящиках ничего нету. Подлутать, нет? Слушай, а много здесь всякого разного. Вот, мы временно ее отключаем, получается, да? Соответственно... А че, все пусто? Че, все лутаете, что ли, ребята? Кто-то здесь был до меня. Ну, может быть, что-то оставил, не? Я люблю пролутывать все. Ну, может быть, что-то кто-то оставил. Убежище. Во. Осмотреть тайник. Предмет получен. Серебряное кольцо. Осторожно. Начался выброс. Во время выброса нужно находиться в убежище. Иначе... Верная смерть. Не выходи из землянки. Пережди немного. Понял. Здесь хавочка, смотри. Хавочка с бутылочкой. Выброс закончился. Дубку. После выброса в зоне всегда появляются новые артефакты. Осмотрись-ка по сторонам. А вот тебе фортануло. Фортануло. Ты и правда нашел артефакт. Скорее возвращайся на базу. Я могу его? А, у меня нет подсумка контейнера для артефактов. Мы просто возвращаемся на базу и, видимо, приносим сейчас татар. Здесь у нас... Гравитационка! Нормально. Аптечку скушали. Здесь у меня моя метка стоит. Надо метку этого убрать. Достаточно динамичная игра. Видишь, у нас есть стамина. Мы в ней залочены. Вот. Но это нам не мешает, в принципе, бегать, носиться, потому что стамина, в принципе, регенится быстро. Каждый прыжок, каждый, соответственно, наш рывок уменьшает нам стамину. За ней нужно обязательно следить. За ней нужно обязательно следить. Там кто-то стреляет. Это залипательная игра, на самом деле. Я такие обожаю. Здесь залипало очень много. Рассказывай, у тебя есть вообще опыт в этой игре? Играешь? Нет? Пробовал? Лагерь сталкеров. Вон. Лежанка Кабанова. О, Мариусю. Артефакты, это, конечно, хорошо. Но прежде чем мы перейдем к его изучению, я должен тебе рассказать, как тут все устроено. Давай ко мне. Гитарист какой-то, видишь? Атмосферка создается своя. Это мы любим такое! Так, давай. Ну-ка, похвастай. Хочу и чтобы его отыскать. Вовсе нет. Что же, звучит совсем неплохо. Отлично, пойду. Так, задание. Ценная находка. Новое задание. Моя репутация. Ознакомьтесь со сводками. С какими сводками? А, тут есть сводки на базе, видимо. И мы должны с тобой посмотреть, что вообще там и как у нас. Да, вот и вот. Да уж, пока что для местных ты все еще не знакомец. Но ничего, свое имя ты еще заработаешь. А теперь попробуй найти ученого и показать ему свой артефакт. Механик, исследователь. Вот, я нашел исследователя. То есть, мне нужно теперь его найти. Он находится внизу. И мы должны показать ему артефакт. Вот он, видишь? Ну, здравствуй, приятель. Я тебе не приятель. Ты кем будешь? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Использовать во благо. Вот, глянь. И мы даем ему на исследование артефакт. Исследовать. Мы исследовали артефакт. Ты уже опознал артефакт? Не думаю, что ты умудрился откопать что-то ценное. Так что советую заскочить к скупщику и продать его. Слушай, ты, а что ты не думаешь-то? Ты один из местных барыг. У меня как раз есть для тебя. То есть, мы можем спокойненько взять этот артефакт, перекинуть и получить 1400 рублей. Теперь, когда ты выручил первые деньги, заскочи к местному торговцу оружием. Кстати, он мой должник. Скажи, что ты от меня и получишь подгон. Хорошо, здравствуй. Да, я понял, понял. Тебе стоит залететь к механику. Сразу приобретешь какие-нибудь обвесы к своему стволу. Ёлки-палки. А здесь, смотри, всякие разные развития у нас идут. Фотон, лодочная станция. Есть категории пушек. То есть, ты можешь покрасить свою пушку, если у тебя есть необходимые ресурсы, получается. И всякая разница. Это очень круто. Так, стопэ. Давай поставим вот эту пиличку. Старый МПК. Патронов нет. 9-ти миллиметровки нам нужны. А почему я перезарядить не могу? Патронов нету, нет? У меня есть несколько вопросов. Я позже зайду. Давай просто поторгуем. Выбранное оружие. Введите предмет. Выбрать категорию. Пистолеты-пулеметы. ПП-кедр. Ему УЗИ. Хм. Так, стопулечка. Давай к механику зайдем. Может быть, мы что-то повесим нам на аптек. Привет, я здесь новенький. Низвини, не хотел бы. Уверен. Бла-бла-бла. Дай угодно. Ладно. Глянь на пушку. Перетащите экипировку. Вот. Мы открываем нашу пиличку. Так. Кольцо я тебе отдал. Разупредение. Аллергия какая-то. Отремонтировать можно пиличку. Ремонтируем. Недоступных компонентов. Модификация. Инструменты. У нас нету ничего. Мы модифицировать не можем. Но у нас починена пушка теперь получается. Да? Ее можно разобрать здесь. Прочность. Ремонтировать. Как это работает. Модификация. Урон. Урон вдали. Так. Понял. Есть атмосфера. Как-то болтает со мной. 9-ти миллиметров. У меня сколько 9-ти миллиметров? 10-92 патрона. Вот. Часто я могу ее перезарядить. А еще нужно с ним поговорить. Давай мы поговорим с ним. Да, мне это понятно. Во. Модификацию нам дали. Сейчас мы с тобой сможем модифицировать эту пиличку. Давай поговорим с ним. Сейчас. Че? Ну же надень этот пламяк гасителей и дело с кольцом. А. Если ты уже закончил с торговцем пушками и механиком, возвращайся ко мне. Принято. У меня тут какой-то босс получается. Видишь, командует мной как хочет. Уродненький. Давай. Че там еще? Ну, смотри. Расскажу еще кое-что важное. Если тебе понадобится что-нибудь особое, если тебе понадобится какой-нибудь особый мод, ты можешь обратиться к аукционеру. Понял, на аукционе можно покупать что-нибудь еще, спасибо, проверю. Мне дали пилички. Персональный склад. Забрать подарок Липы. Забрать подарок Липы. Это у нас находится где? Не понял. Откроет инвентарь персональный склад. А. Стой. Персональный склад. Теперь твое обучение подошло к концу. Удачи в зоне, дружище. Я могу в любой момент на склад положить всякое разное. Сумка патронов 9-ти миллиметровых. Так, понял. А задания какие-то есть? Поговорить со святым. Святой это наш главный. Это босс. О, господи. Че там играет? Я не хочу этой музыки. Какие там километры? Это святой. А ты стала тут быть главной? Да, я святой. Я тут пахан. И все на этой станции крутится по моим правилам. Лучше сразу это в дупле. У нас тут в последнее время прямо не зона, а какой-то детский сад сплошь зеленый новички и пруд. И ведь среди них чертей и беспредельщиков немало. Я таких персонажей не люблю. Ну, понял, короче. Короче, пахан крутой парень. Он мне сейчас даст какие-то задания. Ты о чем это? И что случилось? Где искать? Я тебе на карте отмечу, где стоит искать. Так, хорошо. Задание «Проснись и пой». Новое задание «Старый кореш». Открываем ПДА «Старый кореш». Разыскать Калгана и Арта. На карте они находятся вот здесь. А вот эту метку я могу редактировать. Удаляем нашу старую метку и идем чисто на новую. Посмотрим, с кем мы встретимся. С какими опасностями. Видится. Эй, братва, выручайте кто-нибудь тут раненый взглянуть на тело. Раненый издает стон. Нифига. Похоже, ему уже не помочь. Что произошло? Я в лагере с находки возвращался. Проходил мимо леска. И тут слышу крик жуткий. У меня аж дыхалку перехватило. Ну и что ж такое? Что дальше-то было? Я из кустов вываливаюсь. Дробовик дедов в руках сжимаю. Палю среди деревьев. Тварь какая-то. Огроменная лысая. Что за тварь? Ой, сейчас мы поохотимся с тобой. Задание. Упырь. Статус выполнения «Осмотреть тело». Осмотреть голову. Осмотреть торс. Руки. На руках. Слушай, ну это интересно. Кто такое любит? Это очень круто. Это знаешь, как мы с тобой участвуем в таком... Не в фильме, а в книжке. То есть поговорить с Бортником. То есть мы можем поговорить с ним. На теле куча рваных ран. Ладно, поговорю. Так, и у нас появляется задание «Охотник на пенсии поговорить с Калиной». Если мы поговорим с Калиной, то мы решим какой-то вопрос здесь. Да, может быть я сейчас пойду охотиться на какого-нибудь монстра, как мне кажется. Да? Будет классно. Давай еще возьмем. Я тебе по делу. Один парень, на нем живого места нет. На шее, может я слышал, разве на болотах. Думаешь, а так же? Бывай. Дальше у нас «По следам чудовища». Обыскать место происшествия. Все, теперь у нас есть еще один дополнительный квест, который мы можем с тобой взять и, соответственно, получить от этого кайф. У нас есть основная задача и у нас есть, соответственно, дополнительная задача, которую можем сейчас выполнить. А где у нас доп? Ага. Мы можем сходить на болот. Дай-ка я на болото сгоняю. Я хочу посмотреть эту доп. задачу и посмотреть, что я могу здесь полутать. Опа. Это наш? Это нормально все. Слушай, я, наверное, мало патронов взял с собой. С них что-то падает вообще? Мм, кабанчики. Срезать могу? Яйку не? Яйку не срезать. Пойдем на болото, короче, тогда сходим. Здесь есть, как я понимаю, пвп-зоны, да, есть пве-зоны. То есть есть зоны сталкеров, в которых нас с тобой будут шимбинить. Как бы лучше не ссуваться туда. Слушай, если тебе интересно, я бы поиграл в эту игру прям плотненько. Как ты считаешь? Мне прям интересно, на самом деле. Атмосфера здесь присутствует. Да и стилизация прикольная, очень интересно. Здесь вот тоже аномалии. Вот интересно, можно найти просто здесь? Или, наверное, уже другие игроки все обыскали? Радиация ей долбит. Вряд ли я, наверное, здесь что-то найду. Даже если здесь такие зоны есть, мне кажется, что другие игроки давно уже обыскали все эти территории, если здесь что-то спаунится. О, Нива стоит, смотри. Нива, оп. Да ладно. И все-таки можно найти всякие шмоточки. Изи. Шмоточки ищутся, ребята. То есть можно отыскать в мире открытом что-то, если кто-то не залутал, а предмет заспаунился, получается, все-таки ты можешь его найти. А, это братишечка. Я думал, челик какой-то левый. Бабки просто лежат, смотри-ка. Бабушки, бабульки кто-то не взял. Слушай, здесь надо быть внимательным, здесь прям... Надо рыскать и обыскивать. То есть лучше исследовать этот мир, чем не исследовать, как говорится, да? Вот, смотри, лежат ящики. Бам. Что-то очень много, кстати, патронов на дробовик. Может быть, дробаш стоит какой-нибудь купить. По следам... Опа, что это? Есть-ка? Артефакт имеется? А если выброс резко нагрянет, то мне пенсдарик, как я понимаю. Да, если я убежище близко не найду, то мы с тобой получим улюлю. Да нет, всякая разная прокает. То есть обыскивать стоит. Это все имеет место быть. Это все можно продать за бабки, получается. Давай попробуем пробежаться до миссии. И чудовище шлепнуть. Видишь, то, что игроки не обыскали, то есть ты можешь полутаться. Если обыскано, то обыскано. Так, место чудовища. Мы на болотах. Здесь жена охотились, что ли, на него? Братан! Что там есть, что? Нет, здесь точно нету чудовища. Наверное, уже этот игрок завалил, не? Обыскивает что-то челик. Ну, сука. Лутается маленький. Сумочки чекает. Это мое. Я первый подлутаю. Еще челики. Слушай, а как выполнить эту миссию, если здесь куча челиков бегает? Наверное, монстр убит уже. Я не уверен. По следам чудовища. Ну, то есть вот у нас есть квест обыскать место происшествия. Чтобы сидеть место происшествия, возможно, он поможет мне пролить свет на случившееся. Во, обыскать. Все, я понял. Мертвый сталкер. Это, наверное, он и есть. Тело с крупными чем-то там. А что я взял с него? Я не понял, что взял с него. ПДА мертвого сталкера. Купить провизию, получить автомат. ПДА открытой встреча с Рубецким. Так, подожди. У нас есть 10 раз мертвый сталкер. Ага. Мертвый бандит обыскать. И у него тоже есть ПДА. Новые жертвы. Узнать больше у Рубецким ПДА мертвого бандита. То есть стоит узнать у которого... Каждый габы ученым. Старый корень. Все, понятно. И теперь мы возвращаемся дальше. Но мы идем по основному квесту с тобой. То есть, видишь, какие интересные задачи. То есть, прикольно. Есть всякие разные мини-квесты, которые являются побочками. Соответственно, ты их лутаешь и получаешь удовольствие. В этой зоне, наверное, не будет каких-то опасных противников. Опасные какие-то вещи, они обычно отдальше, чтобы... Новички, мне кажется, могли внедриться в игру и получить от этого удовольствие. Поэтому, скорее всего, в этой зоне мы с тобой не найдем... Ничего опасного. Там ничего. Сколько у нас? 305 метров. А вот если мы отправимся в какую-то другую ПВП территорию, там, наверное, уже будут игроки жесткие. Бегать, да? Опа! Первый артефакт, ребята, нашли. Изи. Вообще не почувствовал. Ягодка. Нужно будет его изучить. Мы с тобой еще не знаем этого артефакта. Первый артик есть. Слышишь, валяется. То есть можно найти. Если ты первый среди всех игроков, то ты, получается, находишь. А если бы кто-то здесь пробежался и нашел, это был бы его артефакт. Понимаешь? А мы так бабки с тобой зарабатываем. Удобно, что? Выжить, попав в батут. Я уже не раз попал в батут. Ну, батут не сильно долбит, как я вижу. Такая себе аномалия. Так, это что? Останки мутанта. Изи. А что не собираете-то, ребята? Взять все икс. Что не собираете-то, останочки? Кто-то, смотри, просто прошмыгал, я не знаю. Это что же бабки? Мне как для новичка, мне кажется, мне нужно собирать все абсолютно. Опа-на. Это землянка. Если будет выброс, ты, соответственно, в эту землянку ныряешь и получаешь удовольствие. Здесь ничего. Здесь ничего, а нам сюда и нужно. Вход в землянку. Получается, это наша квестовая задача. Господи! Боже мой! Это кто был такой вообще? Посмотреть тело. Задания, задачи. Стол пустой. Здесь, видимо, все пролутали, мне кажется, другие игроки. Игрик для взаимодействия. Дурные вести. Должить святому. Могу ли я быстро... Господи! Южная зона, северная зона. Ты видел, сколько там всего? Нажмите дважды, чтобы открыть. А могу я быстро перемещаться сюда, нет? Или мне пешочком все делать? Нажмите дважды. Открыть ПДА, масштабировать, создать метку. А нет! Ты не можешь быстро переместиться. Тебе нужно добегать. Ну, это интересно, на самом деле. Потому что... Когда быстрое перемещение есть, это теряется какая-то своя атмосфера, мне кажется. Хотя, может быть, оно здесь есть и как-то открывается. Может быть, это можно как-то делать. Но побегать тоже прикольно. А вдруг я встречу что-нибудь опасное? Или артефакты, как бы. Вот мы с тобой бежали, встретили арт. Просто на халявку, считай, подобрали бабки. Сейчас исследуем, посмотрим, кстати, что за артефакт. Сколько он денег стоит. Там кто-то побежал. Ну, артефакты сразу видно, кстати говоря. Мне кажется, здесь сложно пропустить артефакт, даже если ты тоннельный. Но артефакт упустить практически нереально. Лодочку, не? Лодочку полутать не можем. О, мутанты! Нога, нога. Это кабаны. Это кабаны, братаны! У меня 173 патрона осталось. Вот это кабанчики, которые, соответственно... Это что? Лагерь сталкеров. Это нам не нужно. Бау! Ну, мы заместиться не можем с другими игроками здесь, на этой территории, насколько я понимаю. То есть тебе нужно идти дальше. Двигаться. Братишка бегает. А что там у тебя? Что это за пилька такая у тебя? Скин какой-то у тебя красивый. Термит, папа! Давай, братан, я помогу тебе. С них ничего не падает. Очень странно. Не падает вот с этих мутантов абсолютно ничего. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше всякого лутика. Понимаешь? Я люблю. Хабар же, это же... Смотри, какие мужчины. Посмотри просто. Ну, посмотри, это же... Это же... Титаны какие-то! Гиганты! Так, мы сейчас вот этот квест сделаем. Привет, Василий Петрович. Давай сделаем. Я хочу... Вот это исследовать. 140 рублей стоит. Да, продать его. А, это мы потом к скупщику отправимся. Еще момент. Мне нужно персональный склад. Я выложу патроны. Использую. 200 патронов беру с собой. Это складываю сумочку. Очень удобно. Так, теперь что? А здесь у меня еще... Давай займемся делом. А чем мы занимаемся делом? Что мы должны с тобой здесь исследовать? Я не понимаю. Квестовый предмет как-то определяется, не? Что ему перекинуть должен? Василию Петровичу. Точно не денюжки. С артефактом все понятно. Артефакт преобразовать в дополнительный предмет. Можно как-то преобразовывать артефакты. Здесь у нас что по заданию вообще? У меня есть два ПДА-челиков. Не, ну, черт как обиженка себя ведет. Посмотри, новые жертвы. Узнать больше о Рубецком. Сами знаете, что делать. Стоит узнать, оказывается, об этом ученым. Возможно, последний как-то связан с трупами. При умерших ПДА ученого из бонлагеря, который не... Может быть, это просто совпадение. Но пока у меня больше нет зацепок. То есть у нас есть только два ПДА, которые мы получили. У него должно быть квест. У меня есть очень важный вопрос. Это касается трупа. Во. Во, мы с тобой узнали по задачам, по квестам. Теперь мы вернемся вот сюда. Наверх. Не, не сюда. Мы пройдем с тобой вот сюда. И наш основной квест нам с тобой должны дать какую-то награду, как мне кажется. Нашел. Колган мертв. Спасибо, святой. Что за беда? За что его убили? Отрезал ухо. С чего мне начать? Мне дали еще что-то. О! Мы с тобой заработали очки репутации. И мы можем дробашек с тобой повесить. У меня патронов было много. Поэтому вот эти патроны я складываю сюда. Ну что, я б пулемет приготовил. Рубанем в картишке. Нормальная двоечка есть. Бам-бам. Дедушкино ружье. Точнее, обрезец. Здесь. Что зыришь, а? Какое друбелюжие. Я слышал тут недавно. У кого были враги? Так. Еще квесты собираем. В таких играх надо быстренько квест. Можно, интересно, конечно, все почитать. Но я не хочу сейчас читать. Я хочу, мне интересно, еще как. Я хочу побыстрее развиться, как говорится. Потому что вдруг тебе сильно понравится, и мы с тобой поиграем еще. Поразвиваемся, как говорится, в этом сталкере. Потому что мне такие игры очень нравятся. Так, вот здесь у нас квестяра. Слушай, а вот эта аптечка большая. Ее тоже можно... Вот, мы берем две маленьких аптечки. Зачем мне носить всю большую? Это ошибка, на самом деле. Вдруг потеряю. Так, чел. Что тебе на... Хлышь, мама не учила здороваться. Да нет, спасибо. Тут недавно. Эй, значит, ты тоже. Тебе бы... У нас есть цель и задачи. Поговорить со святым безумным ученым. Найти лабораторию Рубецкого. Очень много, кстати, на квесты направляют. Ну, то есть, если погружаться в эту всю историю, это очень интересно. Кстати, сталк... Посталкеру книги какие-нибудь читал? Есть у тебя? Любишь такие всякие интересные моментики? Ну, что ты... Так, один человек, штырь, как скажешь. Ну, что ты... И кто же? Была размолвка. Ну, что ты... Так. И кто... Хлышь сильный. И что же мы будем делать? Так, вот, мы вышли на задачу. Найти лабораторию. Обыскать Хибару Хлыша. Мы сейчас кого-то будем с тобой подставлять, видимо. Мы должны будем с тобой улики принести... Точнее, доложить... Постучать, короче, на кого-то, как я понял. Мы должны будем найти у Хлыша какие-то предметы. Заглянуть внутрь. Заглянуть внутрь. Осмотреть ящик. Мы уже обыскивали. Чекаем абсолютно все. Осматриваем хлам. Под кроватью. В шкафу. Ничего. Здесь. Осмотреть журналы, осмотреть банки. Странно, столько всего осматривать надо. Че такое? Че ты плывешь-то, брат? Ты че, устал? Ключи от ящика. Ухо! Отрезанное! Вот оно! Мы нашли. Какого черта ты здесь делаешь? Я просто заблудился и уже ухожу. Палил нас, слышишь? А че мне плохо-то? Поспать хочется? Сталкеру нашему. Че меня косоебит-то? Полетели дальше. Ухо! Как скажешь, святой. Теперь мы должны разобраться, что ли, с ним? Раскидулю с ним сделать? Залетаем. Хлыщ убежал? Куда? Так, нам нужно с тобой теперь в погоню за хлыщом. Хлыщ далеко не убежал, кстати говоря. Давай мы с тобой в погоню отправимся. Тут нам нужно будет ожидать сопротивления, мне кажется. У меня, кстати, костюм обычный. Надо бы и о броньке позаботиться. И артефакты я не продал. А, мне плохо может быть то, что я артефакт нашу. Надо его продать, сбыть. Не знаю, не уверен. Мне кажется, надо сразу артефакты избавляться от артов. Либо положить было в персональный склад. Персональный склад активируется только когда-то внутри базы. Раскидулечку не будет? Тут не... А, это командир заставы. Понял. Нам сейчас... Нам рассказывают сейчас, что он побежал. Не отставай. Сейчас догоним! Эй, друг, тут недавно не проходил. Да, приятель. Ладно, спасибо за информацию. А вот мы теперь добираемся до хлеща. Наказание. Такое мы любим. Давай. Давай, прокинем хлещу. Мы прокинем похлещу. Эй, хлещу, я тебя ищу. Здесь ничего? Мне кажется, я сток артефактов могу упустить, пока бегаю так. Это ж бабки. Задание получено. Так. Наказание. Поговорить со святым. Все? Вы обнаруживаете труп хлеща. У него перерезано горло. Понятно. Короче, до хлеща добрались еще до нас. Видимо, другой какой-то игрок. Слушай, а с ножом я побыстрее бегаю, не? Чисто ради интереса. По ощущениям, что побыстрее. Но, по крайней мере, мне так кажется. Мы прям с ножом несемся, ребята. Здесь грибочки какие-то растут. Но атмосфера чувствуется, на самом деле. В этой зоне просто безопасно. В этой зоне просто, мне кажется, безопасно. Мне кажется, есть такие опасные зоны. Но это нужно поразвиваться. Поразвиваться, поиграть. Посмотреть на это все дело. Полетели. Похоже, он раскусил. Я нашел его. Странно. Это все за награду. Спасибо. Где мне его искать? Я отмечу на твоем ПДА. Так. Мы делаем че с тобой? Вот это засовываем сюда. Артефакт потом продадим. Это... Ааа. Понял. АППху? Нет. Я пока тогда оставлю по-другому сделаю. Я все-таки сделаю так. Все-таки у нас дробашек можно использовать так. Если в упорчик кто-нибудь подойдет, то мы с тобой бау-бау и пиу-пиу-пиу. Да? Вот это выложим сюда. Вот это сюда. У нас еще пять маленьких аптечек с тобой каких-то. Подсумок еще один с индивидуальными аптечками. У нас аптечек и так много. Еще патронов у нас много. Боже ты мой. Выложим сюда, куда это выкладывается. Отлично. Все, по патронам все нормально. А что здесь нарисовано? Бронебойность. Да мать его, шлюх, отвечаю. Экспансивный патрон у нас с тобой есть. Клок шерсти. Клок хейтера получается. Будьте осторожны, мужики. Показать профиль это нам не нужно. Так, теперь нам нужно поговорить с шаманом. Ёлки-палки, 900 метров бежать, ребята. 900 метров приключений. Очень много дробашных патронов. Прям просто нереально. Хочу дробаш на ком-то проверить. Или на чем-то. Не, ну это интересное ощущение. Сталкер по-новому. Прям сталкер, сталкер, сталкер. Ты для себя уже открывал какой-нибудь новый сталкер? У тебя есть какие-то интересные предпочтения по сталкерам? Слушай, болт нормально падает. Все по законам физики. Здравствуй. Слушай, а почему не? Не сразу стрелял дробаш. Что-то в вас есть, уважаемые? Зря птичку заюзал. Убежище. Прикольно, что везде есть надписи «Убежище». То есть не пропустишь. В принципе, понятно. Если есть надпись, то значит рядом убежишь, и его легко найти. Артефактов не вижу. Бля, там кто-то серьезный рычит. Там кто-то стреляет. Нива в болоте застряла. Это игрок. По кому-то работает. А что за перестрелка? Что там за перестрелка? А там кого ж им бенят? Там кто-то на кого-то смотри. Игрок! Это игруля! Враг! А не, это какой-то уберпес, что ли, или что? Я думал, игрок так помечен. Ля, было бы прикольно, если бы какой-нибудь сталкер что-то... А, это НПЦ здесь воюет. У-ля-ля, я-то думал, сейчас зажим какой-то пвп-шечка! Землянка-шамана находится там. Слушай, ну я бы позависал в этой игре. Я не знаю, честно. Вот захочешь, ты не захочешь. Я бы позависал, поразбирался. Поодевался бы, попвп-шился, пополучал бы удовольствие. Не знаю, как ты на это смотришь, братик. Если смотришь плотненько, обязательно дай мне знать. Денежки. Братан, чё не лутаешь-то, бабки? А это что? Стальная пластина для брони. То есть ты можешь всегда зарядить. Я могу её использовать? Это мне нужно бронежилет, получается, да? Какой-то иметь в виду. В который я могу присунуть. То есть у меня будет ещё уровень защиты какой-то. Но в мою броню это не вставляется. В мою броню это не идёт, к сожалению. А так я бы мог использовать. И стальные пластины, они разные, как я понимаю. И защищают тебя тоже от разного. Слушай, ну этот мир интересно исследовать. Прикинь, здесь сколько локаций. Наверное, у самой электростанции. Точнее, ну да, атомный. У АЭС-очки. У нас там вообще опасно. То есть там, наверное, зона вообще дикая. Вот бы до неё добраться, а? Прикинь, как круто было бы. А здесь мы куда погружаемся с тобой? Землянка-шамана. Стрелять не надо, не? Здрасте. Заман, и тебе привет. Да, обещал, что дальше это всё интересно. То есть ты считаешь, я слышал. Перспектива, хочу, голубой шар, что ты хочешь. Похоже, пора. Так. Поговори с Липой. О, Липа тут. Ты тоже блаженный. Они поймут, значит... Бла-бла-бла. Так. Засланный казачок. Поговорить с желтухой и найти тайник шамана. Тайник шамана. Да, иду, братан! Ты, красава! Иду им пасти рвать, говорит. Огнём меня, подержи! А, нихуя? А чё там за пилька? А у меня таких патров нету, да? Блаженный окалька. С прицельчиком, ребята. А я чё, на перегрузе? Инвентарь перегружен. Класс! Я классный парень. Слушай, ну бандитский кожак я, наверное, выкину. А комбинированный комбини... Вот сюда мы ставим пластину, видишь? Композитная пластина. Оп! А вот эту хрень... Мы дропнуть не можем, да? И в мусорку разбить тоже не можем. Сумка-трансформер. О! Рюкзаченский выдали. Увеличиваем снаряжение, вес. Патры есть? Есть! 5,45. Распаковочка пошла, ребята! Распаков очка! Хорошо! Мы на пилечке! Вот это я понимаю. Всё, пошёл движ, ребята. Вот так вот мы с тобой и одеваемся. И уже на пушечках. Уже уютненько. На костюмчике с бронепластиночкой. Вон у нас появилась синяя такая защита, как бы как элемент, да? Это же очень здорово. Вот здесь мы сейчас с тобой попробуем на мутантах пушку. Посмотрим, как она работает. Пушек, как я понимаю, в игре огромное количество различное. Ну, то есть есть выбор. И плюс ты их модифицируешь по-разному. А могу ли я вот на эту акулю... Да? Модификация. Я могу снять. Вот. Я снимаю. А на аку я поставить этот модификатор не могу, к сожалению. То есть для каждого оружия своя модификация. Ты не на все можешь поставить. Не на все можешь поставить модификации, к сожалению. Ну, тут братанчик тоже бегает. Тоже в кипончике, тоже лутаешься, да, брат? Какой шнырь, посмотри, а? Залетел такой, тыкает все мои коробки, блин. Засланный казачок. 400 метров, ребята. Ну, что-то я не вижу монстров. Их, наверное, всех шамбенят, поэтому... Монстров, скорее всего, нет. 350 метров. Враги сюда не проходят, как я понимаю, вражеские игроки и другие, да? Опа-па-па-пам. Кто с кем, с чем и зачем? Это мы берем. Монстров я вообще никаких не чувствую. Не ощущается. Зачистите область. Осталось врагов 4. НИХЕРА СЕБЕ! Вы нормальные вообще, ребятки? Это элитный лагерь кабанов! Господи. Слушай, а это не шутка? Мы встретились в Мишутке. Они что-то прям плотные такие, ребятки? Я все аптечки сожрал просто. Вот эта вот штука интересная. Она нужна там для... Вот. Очки репутации. А, когда ты выполняешь такие квестики, у тебя, получается, пополняются очки репутации. То есть ты по... Это кто? Да вы че? Блядь! Да пацаны, да стойте! Это нереально. Это нереально. Это какой-то анрил. Я через какие-то ебеня иду. Сейчас тоже очки репутации повысил. Аптечек-то нет больше. Ребята, меня игра начала драть просто. Я не пойду больше в такие штуки. Не-не-не, я обхожу их теперь. У меня аптечек больше нет. Че за дичь? Какие меня чуть пиздюки не загрызли какие-то. Паршивенькая ситуация. Вот это я понимаю. Засланный казачок у нас. 42 метра. Не, короче, в эту игру надо залипать на самом деле. Ребята. Я прям... Очень хочу пояснять. Мне хочется посмотреть... А как выбрасываться? Выбраться точнее. Вот это я хапнул. Короче, если передоз будет, то тебе конец. Я понял, как это работает. Если будет передоз, то тебе конец. Так, и тебе привет, желтуха. Я хотел бы вступить. Расскажи о своих проблемах. Хорошо, что будет, как скажешь. У нас еще задачи прибавились. Беглец встретится на чистую воду. Расколоть сложника. Здесь челечки у нас. Там кто-то отрабатывает по кому-то. Слушай, это не игроки по игроку? Стоять. Мне бы на базу, на самом деле. О, смотри, он... Игроки по игрокам? Видишь? Это мы с кем работаем, ребята? О, аптечки, которые мне очень нужны. А это мы с кем работаем? Мы тут зачистили с тобой, типа, по территорию. Я вторгся в квест какой-то. Это лагерь сталкеров, видимо. Да, смотри, тут уже вооруженные ходят. Тут мы уже накидулю делаем. Смотри, чекай. Угу, я вас понял, уважаемые. Угу. Угу. Там прокидочная. Я в одного попал, поэтому у меня есть награда. Да, то есть получается так. Значит так, братишка. Че хочу тебе сказать? Если ты хочешь, соответственно, чтобы я еще поработал, значит, поиграл, поснимал, пополучал удовольствие над этим сталкером, как говорится. Я решил попробовать. И ты знаешь, мне нравится. Засасывает. Игра прям под засос. Я такое люблю. Очень много лута, очень много предметов, очень много интересных мест, которые хочется исследовать. Огромная карта, насколько я понимаю. Да, вот у нас есть глобальная. Но это же просто, смотри. Тихая савать какие-то территории. Очень много территорий, очень много всего. Значит, пиши, что думаешь. Вот. Если вдруг не знаешь, как поиграть, ссылку в описании я для тебя оставлю. По ней переходишь, спокойно качаешь, игра бесплатная, получаешь удовольствие. Вот. Ну а мы увидимся уже на новом видео, братишки. Все, пока. Целую, люблю. Пиши, что думаешь.